приветствуем вас в здравии и прекрасном расположении духа вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня автор канала раиса горяченко и александр волик подготовили очень важную тему для огородников дачников земледельцев эта тема касается нашего второго хлеба а второй хлеб для многих это картофель а прямо сейчас подпишитесь на наш канал лайкайте комментируйте задавайте вопросы и делитесь нашими видео с теми кто вам очень дорог кому вы желаете добра и благополучия предисловие завершено картофель это сейчас для многих семей не только второй хлеб но и возможность улучшить свое финансовое положение некоторые огородники обладая огородами в 50 соток и более научились выращивать большие урожаи картошки часть картофеля продают чтобы решить семейные задачи а часть денег отправляют на приобретение семенного материала так кстати поступают и в нашем регионе а наш регион это юг одесской области и юг украины у нас картофелеводством занимаются не только в открытом грунте самый ранний картофель в украине выращивает большинстве случаев именно на юге одесской области у нас есть даже несколько сел в измаильском районе которые десятки лет высаживают в феврале в теплицах именно ранние сорта картофеля а в апреле мая уже полным ходом продают молодой картофель на рынке и также он поступает в магазины затем на том месте где рос картофель высаживают рассаду сладкого перца капусты и других овощных растений все кто занимается выращиванием картофеля десятилетиями выращивали местную раннюю картошку которая называется у нас муравлевка это как раз название села откуда этот картофель пошел село называется муравлевка и к сожалению сейчас этот картофель мы тоже кстати выращивали где-то лет десять назад но вот потом перестали ее высаживать потому что очень маленький урожай да ранний но небольшой урожай а занимает место как и обычные другие ранние картофели тем более что на рынке появились новые сорта ранних и средне ранних сортов картошки мы ее сначала купили попробовали приготовить вкус оказался отменным и стали покупать на рынке ее для посадки и получили хороший урожай так у нас поселились вот такие сорта как белороса вивиана синегласка бикини каррера аризона часть семенного картофеля покупали мы через интернет магазины надо сказать что до 2018 года семенной картофель получали хорошего качества без особых признаков заболеваний и наличие опасного вредителя это просто очень жуткий вредитель карантинный вредитель картофельной моли в последующие годы ситуация изменилась в нехорошую сторону но это мягко выражаясь в действительности стали сталкиваться мы с халатным отношением нечистоплотностью продавцов два последних года это были критические ситуации когда дорогостоящие семена первой репродукции имели вид мусора который было даже опасно выбрасывать в мусор изобилие заболеваний на картофеле превышало даже наше воображение естественно мы ищем другие источники покупки семян для посадки и в этом году собрали уже даже свои семенные коробочки на картофеле которые мы выращивали а это аризона и каррера чтобы в следующем году вырастить уже свои семена начинаем осваивать свое семеноводство картофеля из разных сортов картофеля нам в последние годы очень понравилась картошка аризона и урожайный и вкусный ароматные как в детстве настоящий вот картофель красивый и он снова будет занимать большее место на наших грядках и в 2022 году попробуем немного посадить картофель королева анна ее очень много сейчас на рынке у нас к вам просьба большая просьба пожалуйста те зрители которые выращивали этот сорт напишите свое мнение о картофеле королева анна есть ли смысл заниматься выращиванием этого картофеля будем вам очень благодарны за ваши отклики и рассказы и опыте выращивание картофеля королева анна о сортах мы рассказали а теперь о погодных аномалиях 2021 года и наступающего 2022 года что нужно учесть из опыта уходящего чтобы получить хороший урожай картофеля в 2022 году основываясь на многолетнем опыте мы высаживали картофель в дни стихии земли в дни корня когда луна находится в знаках телец или козерог хороший результат а значит весомый урожай получаем при посадке картофеля в тельце и козероге на убывающей луне или сразу же после новолуния так было и в 2021 году и в 20 кстати тоже самая ситуация была кстати в уходящем году мы впервые так поздно очень поздно высаживали картофель а в апреле высаживали в апреле точнее 14 апреля сразу после выхода луны из гекаты в плодородном тельце и хотя это время растущей луны она только родилась но опытным путем мы знаем что первые сутки после гекаты всегда благоприятно работают энергии луны и других планет для выращивания и вершков и корешков картофель является корешками раньше в марте и в первой половине апреля 2021 года мы не смогли посадить картофель из-за холодной почвы температура почвы долго была низкой для выращивания картофеля вот она держалась в пределах от плюс 4 до плюс 6 градусов с 10 апреля температура почвы поднялась до плюс 11 и уже 14 апреля она составляла плюс 12 нас это очень обрадовало только именно в такую почву можно высаживать картофель это одна из важных подсказок в технологии возделывания второго хлеба кроме температуры почвы важно подготовить картофель к посадке за три недели до посадки иногда и больше получается иногда и 25 и 27 дней даже до месяца и снова же мы начинаем эту работу благоприятный день для пробуждения и успешного начала вегетации снова же стараемся выбрать или телец или козерог в это время выносим посадочный картофель из погреба и сразу же в теплицу здесь раскладываем его в один слой в ящички вот для овощей есть ящички вот здесь мы раскладываем для яровизации это очень важный этап в подготовке картофеля к посадке слушайте пожалуйста внимательно именно новички вы многие задавали вопрос что такое яровизация зачем это надо очень нужный агроприем под солнечными лучами и в теплой теплице если нет теплицы то в доме заносили наши родители в дом вот картофель закаляется и накапливает солонин который поможет клумням справиться в почве с различными температурными ситуациями при посадке используем борозды в которой на дно укладываем солому или же измельченные стебли стебли хризантем бархатцы ну то что у нас осталось с прошлого года это своеобразные такие матрасы для картофеля и тоже в то же время органика которая поступает в период вегетации корня кроме этого в почве уже есть остатки сидератов а в 2022 году будет еще и заделанная и переработанная грибами триходермина и пекарскими пекарскими дрожжами солома озимой пшеницы раз где-то в пять лет мы заделываем в грунт именно солому где выращиваем картофель причем солома была у нас один год даже часть гороховая ну и зерновые культуры то что выращивают в хозяйствах фермеры вот то мы уже покупаем в 2021 году удалось купить именно качественную солому озимой пшеницы которая не содержала сорные травы да очень хорошо подготовки грунта относимся самым серьезным образом из-за невозможности проведения севооборота огород имеет у нас всего несколько суток картофель выращиваем на одном и том же месте для ускоренного севооборота используем посевы сидератов обычно горчица и масличная редька а вот для улучшения структуры и плодородия почвы а у нас почва это суглинки мы закапываем в борозды после уборки картофеля солому поливаем ее растворами с триходермином триходермины легко справляется с переработкой соломы и параллельно очищает почву от спор грибковых заболеваний триходермины используем также период вегетации для защиты растений картофеля от различных грибковых заболеваний очень хороший препарат и он доступен почти всем а для защиты растений картофеля от вредителей вот от колорадского жука картофельной моли и других насекомых которые переносят сейчас вирусные инфекции используем биоинсептициды скарада м но вернемся к самой посадке при посадке в лунке также добавляем мясокосную рыбную муку кормовые дрожжи в них есть очень нужные элементы питания в процессе вегетации картофеля здесь есть фосфор калий кальций магний железо и другие микроэлементы кроме этого для подкормок перед цветением картошки один раз и два раза после цветения проводим подкормки палеистем картофеля растворами органических удобрений кроме комплекса специального органического удобрения для картофеля после цветения добавляем органический магний он дает картофелю рассыпчатость и сладость и вот этот настоящий аромат с детства естественно все агро приемы проводим строго по агрогороскопам которые составляем в первую очередь для себя а также делимся агрогороскопами с нашими подписчиками так что не забывайте подписываться на наш канал мы уже работаем над агрогороскопами на 2022 год год будет особым и интересным хотим познакомить вас с особенностями уходящего 21 года мы можем уже сделать анализ и он очень важен для того чтобы определить что для нас будет представлять 2022 год почему нам удалось получить хороший урожай сутки мы собрали в пределах 700 килограмм картофеля и без особых затрат воды на полив нам помогали нептун он весь год находился в рыбах в стихии воды и он же управляет всеми водами на земле юпитер в рыбах находился 14 мая по первые числа июля и затем он находился уже в ретроградном движении венера помогала со 2 июня по 27 июня и марс находясь знаки рак с 23 апреля по 11 июня хоть и с громом и грозами они иногда и с градом также позаботились об изобиле осадка в нашем засушливом регионе 6 июля у нас начался жаркий и засушливый период в это время мы только трижды включали капельное орошение для влагозарядки почвы у корней картофеля вот такой был год и хороший мы получили урожай а теперь рассмотрим 2022 год здесь ситуация более горячее именно летом зато с начала года и весь год нептун снова же будет в знаке рыбы а вот с момента его ретроградности он сильно завязан чтобы не выливать свои воды на землю мы уже это отмечали несколько лет если он ретрограден то воды будет мало снова же для нашего региона так что с 28 июня нептун перестанет нам помогать с поливами юпитер также влияет на осадки в знаке рыбы он будет находиться до 11 мая а затем перейдет в знак овен и там будет находиться до 28 октября тепло и засуху добавит ретроградность юпитера с 28 июля до 24 ноября можем ожидать помощь и от венеры которые в знаке рак будут находиться с 18 июля до 11 августа но огненный марс будет сушить нагревать воздух и землю с 25 мая по 5 июля в знаке овен а затем во льве с 11 августа по 5 сентября так что нас ждет жаркое лето поэтому нужно будет высаживать картофель в конце марта в начале апреля мы уже рассматриваем вот эти ситуации когда выбрать лучшие периоды естественно вы будете заранее знать об этом главное чтобы к этому времени почва прогрелась до температуры плюс 10 плюс 12 градусов это будет зависеть и от сатурна и от плутона который обеспечивает нас холодом к лету нам нужно основательно подготовить систему капельного рожения зная вот эту ситуацию что лето будет жарким и сухим чтобы в жаркое время проводить вовремя влагозарядку почвы без поливов картофель не даст нужный урожай а еще нужно будет и дальше использовать при выращивании картофеля гряды которые позволят сохранить урожай картофеля от картофельной моли об этом способе мы уже рассказывали на нашем канале смотрите видео в плейлисте картофель там много интересной и важной информации по этой теме а также по другим агро приемом по всей технологии возделывания картофеля а теперь очень важное обращение к вам наши коллеги по труду на земле просим вас вести дневники записями температуры ночью и днем каждый день с указанием времени и количества осадков эти записи в последующие годы станут ценной подсказкой для определения периодов посева посадки сельхозкультур сейчас после смены магнитного полюса и магнитных решеток на земле наступила эпоха водолея она уже вступает в свои права в полной силе и вот будут повсюду кардинально меняться и погода и будет меняться климат имея записи и наблюдения хотя бы нескольких лет вы сможете дальше планировать посадку и посев всех своих сельхозкультур в самые лучшие периоды для своего региона мы же будем продолжать ежемесячно готовить агрогороскопы чтобы вы могли выбрать самые лучшие самые благоприятные дни и часы для посевов и посадок записывайте все вы увидите потом насколько вам будет легко в это новое время справляться с этими интересными задачами которые будут предоставлять нам водолей эпоха рыб позади мы изучали различную информацию этой эпохи и вот и то что мы делали и наблюдения все наши доказывают что сейчас будет полностью в корне все меняться записывайте мы будем вместе с вами продолжать эту важную работу и выращивать высокие урожаи овощей вот на этом и завершим сегодняшнее видео мы рассмотрели основные тенденции 2022 года имея картину года можно спланировать свои труды на грядках в огороде чтобы обеспечить себя свои семьи драгоценными продуктами питания в последующие годы а именно все продукты будут действительно драгоценными учтите эту подсказку вспомните мои слова так что трудитесь на земле и вы спокойно вот этот период перехода в новую эпоху и затем уже становление в эпохе легко пройдете мы верим вас урожайного вам 2022 года а также мы вам желаем крепкого крепкого здоровья и благодатной погоды до новых встреч на нашем канале пока пока